Дарья Годунова 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 и он не обращается за медицинской помощью то человек впоследствии может умереть Добавлю, что у Ольги есть еще и старшая дочь но ни Ольга, ни ее сестра не будут рассказывать девочке где находится ее мама Девочки просто сказали, что мама уехала далеко Ксения Кузнецова, Борис Абрамов, ОТВ Расстрел средь бела дня накануне спальный район Челябинска больше походил на бандитский Петербург На молодогвардейцев в районе гостиницы Виктория повздорили двое мужчин Словесная перепалка переросла в драку, а потом один и вовсе открыл огонь по оппоненту В одно из лечебных учреждений областного центра был доставлен мужчина с огнестрелянными ранениями То есть по имеющейся предварительной информации огнестрелянные ранения были причинены ему около одного из домов в Курчатовском районе областного центра По данному факту в органах полиции было возбуждено уголовное дело Мужчина в лечебном учреждении от полученных травм скончался После чего материалы уголовного дела переданы для дальнейшего расследования в органы Следственного комитета Российской Федерации В мясе тоже стреляли, только здесь не случайные прохожие повздорили, а соседи И тот, в кого стреляли, выжил Сейчас пострадавший находится в реанимации Этот несчастный не первый раз оказывался на больничной койке из-за агрессивного соседа Впрочем, как говорят очевидцы, неуравновешенный молодой человек просто терроризировал семью своего оппонента Все подробности прямо сейчас Возле одного из подъездов домов происходит драка Ну а следующее сообщение было о том, что слышны звуки выстрелов Значит, потом в ГБ-4 был доставлен потерпевший с диагнозом проникающего огнестрельное ранение в душной полости Вот, причинил сосед на фоне ранее возникших неприязненных отношений Я знаю, что у них произошел конфликт сначала из-за собачек У нас вот Игорь Агинский, который пострадал У них собачки, я не знаю, заводят собаку И вот этот Кузьмин, как выяснил с фамилией, я его даже фамилию не знал, он недавно приедал И он это, ну, эту собачку Они там что-то подрались сначала Не знаю, одни говорят, у одного была бита, у другого травматический пистолет Он пострадал Игорь, его там тоже с отрясением мозга в больницу положили А у этого парнишки, я так понимаю, у него вообще крыша поехала Он стал его тут караулить в подъезде постоянно Все выключатели нам переломал в подъезде Он все сидит, стоял его, типа, и караулив Говорят, еще раз он дрался, я уже потом, они дрались Я уже, ну, вот мне дочка сегодня рассказала А еще он потом подождал, даже дождался на своей машине сына Игоря И со всего ухода сбил его, так что тот аж через крышу перелетел Оказывается, он стрелял два раза из огнестрельного оружия в него Попал, говорит, в живот, сейчас он в реанимации Поступил к нам пациент 55 лет с огнестрельным ранением Была проведена обширная операция, хирургическое вмешательство На данный момент пациент находится в отделении реанимации Но состояние больного, естественно, на данный момент пока тяжелое, но стабильное Бесплатными лекарствами решил себя обеспечить неизвестный мужчина Он зашел в аптеку и пока фармацевт не видит, складывал в сумку препараты Не учел одного, все попало в объектив камеры наблюдения Вот вы видите, как мужчина заходит в аптечный пункт Долго броет два круга открытых витрины Пока покупателем занят продавец, складывает в сумку так нужные ему товары Но вот фармацевт замечает, с полки неизвестный взял, что хотел, но не оплатил Бежит за мужчиной и, видимо, не успевает догнать Чтобы найти злоумышленника, анонимный пользователь выложил в соцсеть это видео Женщина, которая стоит на крыше Сегодня ночью спасателям пришлось спускать со второго этажа на землю пенсионерку 64-летняя дамма, которую запер в квартире сын, решила сходить в магазин через окно С подоконника спрыгнула на крышу магазина и застряла Сейчас, постойте, машина объедет с той стороны Вот спасатель поднимается на козырек и добирается до замерзшей женщины 64, все через окна лазите Сын закрывает Ну и что, сидели бы дома, тепло? Ну, конечно На помощь своему коллеге приходят еще два спасателя Приставляют лестницу, добираются до пенсионерки, освобождают застрявшую ногу И женщина начинает неторопливо спускаться на землю Тем временем, один из спасателей через окно пробирается в квартиру и открывает дверь жилища Это все, о чем я успеваю вам рассказать Если у вас есть интересное видео, присылайте на почту И именно ваш ролик увидят миллионы телезрителей А я передаю слово моей коллеге Марине Кленовой Она и репортеры ОТВ подведут итоги дня Во время новостей много свежей, актуальной и полезной информации Смотрим Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова